Я назвал Леджлиру, но я не знаю, что мне нужно людям, чтобы жать на родах. Но, если вы, а может быть, то есть, если вы, то вы будете работать. А мне надо мне пределить. Напомню, вот и собраться. Я хочу сказать, что... И, конечно, мне немного не согласен, что мы во главе угла ставим только личности, допустим, Санду и того же Додона. Мы не был бы, ну вот доказали же, не Настасе, так Санду. Поставили Санду. И не Додона был, там выбор тоже какой-то шел, не Усатый, так Додон. А мы говорим только больше, по крайней мере, о том, что эти личности, какие они плохие, какие они хорошие, ну будет другой. Ситуация такая. Сегодня мы должны думать, в общем-то, о том, действительно, какое это поле будет до 2018 года. То, что не будет выборов досрочных, это ясно. Никто не заинтересован в этих выборах досрочных, ни правый, ни левый, ни средний и так далее. И эти два года будут идти так же, с таким же, будем так говорить, усилиями какого-то руководителя со стороны, который в этом году усилил левый фланг, он сейчас, правый фланг, немного после поражения на выборах растерянный. Сейчас он, этот, со стороны человек будет усиливать правый фланг, он будет усиливать. Он будет усиливать, чтобы вот это положение сохранять, потому что никто не отменял разделяя и властвуй. Никто не отменял. И мы вот будем, будем в этом поле, который, если можно его назвать поле, и к 2018 году, если вот так, без сопротивления, как говорил Игорь, будем сидеть, вырастет сорняк. Вырастет сорняк. И мы в 2018 году будем говорить вот такие же слова, как сейчас в 2016 году говорим. А для того, чтобы этого не было, я согласен с коллегами, надо объединять здоровые усилия. На базе чего мы можем их объединить? Мы вот, я здесь вот услышал, ну, в общем-то, ну, не надо лукавить. У нас есть государство, которое нас хочет поглотить. И господин, его превосходительство посол сказал, что, и я знаю, мы пытались, вот я один из, ну, не исполнителей, по крайней мере, в рабочую группу ходил, вот закон о госгранице. Не получилось по вине той стороны. Они не захотели его ратифицировать, понимаете? Украинские-то ратифицировали? Да. А наш нет? Да, совершенно верно. Хотя основания одинаковые. Одинаковые основания, да. Поэтому не надо лукавить, что у нас нету государства, которые готовы его поглотить. И этот фактор, один из тех серьезных факторов, которые мешают объединить наше общество. Я являюсь сопредседателем Координационного совета этнокультурных организаций. Буквально вчера мы имели беседу с моим коллегой, председателем украинской общины, достаточно известным человеком, Олейником Николаем Костиновичем. Так вот, перед выборами он говорит, ко мне обратились с правительства, давай там Север будет сейчас голосовать не за того, то все, давай что-то делать. Он говорит, я простое им пожелание сказал. А пошлите одно из ваших министров украинца туда, пусть он поработает с украинцем. Они говорят, а у нас нет украинцев министров. У нас нет украинцев и гагаузов министров. 99 процентов. Почему 40 процентов населения страны отодвинули от управления, отодвинули от ответственности за это государство? А как это население, 40 процентов, какое оно может оказать влияние на это поле, что вырастет за эти два года? Может быть, вырастет помощью этого 40 процента населения, вырастет не сорняк на этом поле. Но для этого мы должны четко, ясно сказать, определиться в вопросе о унионизме. Не приемлет национальное меньшинство унионизм. Майя Санду, как только сказала, что она, в принципе, если будет это самое, она будет голосовать за объединение с Румынией, у нее резко изменилась ситуация с этим, опини публику, общественного мнения. Изменилась. Даже зная того же личностные качества Додона, зная ее личностные качества, вот определяющим для 40 процентов национальных меньшинств, хоть мне не нравится это слово, но я его произношу, это явилось это. Плюс еще среди молдаван, почему? Есть 10-20 процентов, которые тоже не хотят этого объединения. Поэтому, если мы хотим объединить общество, наша политическая элита, которая действительно хочет объединить наше общество на благо построения государства Молдова, а не на благо объединения с Румынией, они должны этот момент учесть и привлечь к своей ряды национальные меньшинства. Но национальные меньшинства могут не пойти, потому что фактор объединения им не позволяет. Я смотрел состав национального совета в пике, когда была либерально-демократическая партия. Один ГГУ из 163 человек был. И два что ли украинца. Это из 40 процентов? Это сколько же составляет в этом национальном совете? У нас третьи государственные, внутренние... Демпартия пошла дальше. Она взяла там нескольких ГГУ, но всех спортсменов почему-то. Я так спрашивал Марьяна Ильича. Говорю, Марьян Ильич, по каким критериям вы брали... Ребята, они хорошие, милые ребята, нет вопросов. Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны не успокаивать о том, что... Да нету, никто не даст объединяться, никто не даст эти шаги сделать. Нет. Не верит народ этим голословным заявлениям. Тем более, народ сейчас достаточно, средства связи есть, он слышит, что говорит тот же Йоханнес. Он сказал, если захотит народ, ну пусть будет. Если чолушит, ну тоже обтекаем, а так это самое сказал. А мы здесь слышим и от президента 4 года, мы говорим, что будем делать, если 4 года президентом Дадон будет. Что мы делали, если президентом был 4 года Николай Васильевич, мой сосед? Ничего не сделали. Вот так и будем и дальше существовать. Потому что не дело в личностях, дело в том политическом классе, который вот у нас складывается. Спасибо.